Мы с Пушкиным у детей. Они не понимают его стихов. Бразды пушистые взрывали, Летит кибитка удалая. Емщик сидит на облачке в тулупе в красном кушаке. Все слова неизвестны. Тулуп, кушак, проехали вообще. А вот А вот летит кибитка. Это значит летательный аппарат, многие пишут. Была такая работа, чтобы дети объяснили это четверостище. Кибитка у них летательный аппарат, причем со взрывными устройствами, с бомбами. Потому что она летит, бразды пушистые взрывали. А бразды, это такая повесть бобраздо раздон, видимо. Им дико не повезло, что над ними кибитка пролетела. Емщик тот, кто ямы копает. Вообще непонятно, что делает в летательном аппарате. Стулупе в красном кушаке. В общем, вместо веселого бородатого дядьки теперь над землей несется летающая хреновина. Под смертоносными ударами летят кровавые ошметки несчастных пушистых браздов. А она еще на облучке сидит. То есть вообще на том, что на каком-то облучающем аппарате. Ой, таксист пишет. Вез одну подвыпившую старшеклассницу гламурку. Таксист мне написал. Она смотрит в окно и говорит, какое шоссе проклятое, вдоль дороги одни могилки. Я ей говорю, вообще-то это указатели километров. Обиженный батя написал. Девочка моя, второклассница, ей задали Пушкина учить на Иисусе. Она мне читает, попросил, чтобы я проверил. Она читает. Вечер, ты помнишь? Вьюга слилась. И выделяет слово вечер. Я спрашиваю, почему выделяешь? Она говорит, ну это же обращение. Как? Вечер это такое имя было в старину, она говорит. Кто тебе сказал? Учительница литературы. И батя мне пишет. Я не поленился, пошел к учительнице. Прихожу к ней и говорю. Вечер, это что такое? Она говорит, древнее имя русское. Он ей классно ответил. Тогда Анадысь это фамилия. И вот последнее письмо позавчера получаю. Вконтакте. Представляете, мальчиком вот сейчас отвечал капитанскую дочку, пересказывал. Я не знаю, что с вами выйдет. И сказал, они ехали по дороге, ну там метель, помните, первая глава, и встретили гея. Почему гея? Ну он добрый гей был. А там они едут, герои, и встречают Пугачева, и говорят, гей добрый человек. Еще одна мама мне пожаловалась. девочка меня спрашивает, а что это за слово такое у Пушкина Емудя? Ты где прочитала? В сказке о царе салтане. Мама говорит, ну покажи. Шлет Емуде свой поклон. Ну и вот это мне больше всего нравится, когда деваха написала, мне надо из Питера кое-что привезти в Москву. И Вконтакте пишет, друзья, кто-нибудь собирается из Петербурга в Москву? И кто-то посерьезнее подколол. Слышал, да, Радищев собирается. Это баба пишет, а можно его телефон или ящик? Он ей ответил, боюсь только ящик. Есть такая еще проблемка у многих молодых людей. Они не всегда понимают юмор, даже в интернете. Почему в интернете появились смайлики? Чтобы шутку пошутил и дать им знак, смеяться надо. Не все знают, что надо смеяться. Я теперь ставлю смайлики, потому что раньше шутил и меня так чмырили, думали, что я всерьез пишу. Иногда три смайлика ставлю, называю Смайл Горыныч. Ну я написал, например, с Песковым, когда была вся эта история с вот часами. Я говорю, после того, как его столько критиковали, Пескову надо писать, надо носить песочные часы. Смайлик не поставил. И мне сплошь пишут, вы такой наивный, дядя Миша, думаете, он будет носить песочные часы? Я вообще-то пошутил. Так же было с Путиным, когда он пришел третий раз, вот третье пришествие, как я сказал, у него слеза вытекла. Я написал, Путин наконец-то замироточил. Ой, меня зачмылили. Мол, это икона может цветать, а он не имеет права. И я всегда такое упражнение провожу в течение творческой встречи, поскольку знаю молодых много. Я читаю какие-то фразы, такие коротенькие. Молодежные передачи, там много талантливых людей, юмористов, но они не написали ни одного рассказа литературного, как вокруг смеха авторы писали в свое время. Они сыпят репризы, за репризой так сыпет коза горошком. Я не знаю, откуда я знаю, как коза сыпет горошком. Но у меня ощущение, что так. И поэтому, а я не могу смайлики ставить. Иногда молодой человек пошутит по телевидению, смайлик показывает, мол, с Медсоном. Там еще приклеены аплодисменты, здесь аплодисментов приклеенных нет. Из смеха приклеенного рожей я тоже не вышел. Поэтому мне надо сначала, чтобы человек думать начал, а потом смеяться. Я хочу, чтобы в течение концерта и подумали, и посмеялись. Поэтому коротенькие фразы, некоторые сложные, некоторые очень сложные. Я думаю, да, не здесь. Вообще правильный смех, потому что если я не предупрежу, вообще никто смеяться не будет. Тогда хоть кто-то, мол, человек дурак, когда обезьяна взяла в руки обычную палку, она стала превращаться в человека. Когда человек взял в руки палку от селфи, хорошо, все почти думать начали. Нужны новые отношения к жизни. Сейчас столько новых технологий, и пословицы должны быть новые. Кукушка лайкает петуха за то, что лайкает он кукушку. Или любовь зла, лайкнешь. Правильно, и козла. От лайка мышка не отсохнет. Вот это мудрость. Замужняя женщина, лайки на ветер. Что русскому лайк, то украинцу Путин. Новые сказочки надо по-новому преподносить. Например, катится колобок, а навстречу ему слон. Так появилась пицца. Классику надо преподносить литературу молодым в облегченном варианте. Правильно, потому что есть адаптированные тексты. Анна Каринна адаптирована в Министерство образования. 12 страниц. «Война и мир», тяжелая книжка, 22 страницы. А по-моему, надо вообще куплетами обходиться. В поединке Левский пал от руки Евгения. Тот быстрее набирал в чате сообщение. Закричав, что было сил, «Не люблю разбойников!» Ипотеку погасил топором. Правильно. Издает Герасим звуки лишь метлою вжиг-довжиг. Говорит по-русски муки. Он по паспорту таджик. Сын ушел на гей-парад. Бульбе стало плохо. Породил тебя я, гад. Я ж тебя и грохну. Галышом по лесосеке, хохоча бредово, с первой в жизни дискотеке шла домой Ростова. Мышкин князь на мундиале по мячу коряво бьет. Почему в команду взяли? Потому что идиот. А это слово «мундиаль» вкралось в нашу жизнь эдакой змеюгой. Слово чудовищное. Раньше было хорошее слово сочинение. Чемпионат мира. Теперь круто. Слова другие. Мундиаль. Для русского уха это вообще чудовищно звучит. Но комментаторы в захлёбе... А мне вообще, многие комментаторы, правда, не понимают, что говорят. Тут порадовал на мундиале комментатор в таком кликушеском, патриотическом захлёбе сказал, мы за наш спорт должны быть благодарны Мутину и Путко. Это хорошая фраза. Многие... Ещё к мудростям перейдём. Многие задаются вопросом, чем мужчина кардинально отличается от женщины. Знаю, мужчина перед совершением глупости тщательно её обдумывает. Женщина от души её делает сразу. А знаете лишь и вы, что в греческой мифологии, в греческой мифологии самый неправдоподобный миф, мы отдадим 300 миллиардов. У греков сейчас премьер-министр, мне так фамилий нравится, Ципрос. Для салата греческого идеально просто. Но главное, что может быть общего, вот как вы считаете, между Ципросом и Задорном? Вроде ничего. Есть. Никогда не отгадайте. Мы в одном санкционном списке на Украине. Ну я ладно, но как Ципрос жить будет без посещения Украины? Я говорю часто, я не зря жизнь жил. Причём я в этом списке между Ципросом и Кобзоном. Ну Кобзон ладно, он во всех списках. А я у них в четырёх санкционных... В четырёх! Я говорю, вы придурки, вы не знали, что я в трёх меня в четвёртых внесли? Вы хоть бы проверили. Романтический юноша защитил девушку от хулиганов стихами Есенина. Они убегали и плакали. Мудрость. Мужики, вам должно понравиться. Полюбить женщину легко, разлюбить дорого. Это я по себе знаю. Цыганка предсказала мэру города неприятности, гадая по трещинам на асфальте. Это не про ваш город. А иногда меня такое интересует, надо оправдываться, потому что такая дурь какая-то. Но у меня мозг пытливый. Я как-то ехал на машине в Юрмале, так я не езжу в больших городах, я плохо вожу машину, а там поехал, и ко мне на световое залетела муха в окно летом. Сидит на панели, смотрит на меня. Я на неё. Я о чём-то думаю, она думает. Через 20 километров светофор она вылетела. Вот что за мозг у меня? Думаю, я её что, подвёз? Вот это из этой серии. Вот зачем мне об этом думать? Если человека в мизинец укусит шершень... Нет, сейчас скажу, где. Махну рукой. У неё на руке будут два больших пальца. Балалайку придумал гусляр, у которого с похмелья тряслись руки. Вот эта, к сожалению, фраза выскочила в интернет после первых моих выступлений в сентябре. русский турист в Индии продал чехол от гитары Индусу. Убедил того, что это намордник для слонёнка. Хорошо, вам тоже дури нравятся. Мальчик Петя... Мальчик Петя прятал от родителей мультфильм...